МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Парковки и скамейки. Столичные депутаты проверили, как ремонтируют дворы в Чуваксарах. На страже легких планеты работники леса отмечают профессиональный праздник. Секреты начдива. В сквере Чапаева прошел квест в честь дня рождения легендарного полководца. Перекрыть канала поставок наркотических средств. Такую задачу поставил глава Чуваши Михаил Игнатьев перед участниками антинаркотической комиссии. Запрещенные вещества поступают в республику из азиатских и европейских стран. Большая часть наркотрафика проходит через Чебаксарский район. В текущем году перекрыты каналы поставки наркотиков из города Москвы в Чебаксары. Задерживаются на нас лиц, занимающиеся данным видом по своему деятельности. Таможенная служба проверяет международные рейсы в Чебаксарском аэропорту и отделение почтовой связи. По итогам проведенной работы в 2017 году в регионе ответственности Чувашского таможенного поста фактов незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу не выявлено. Но проделанная работа не приносит стопроцентный результат. С начала года совершено около 900 преступлений в сфере оборота наркотиков. Почти в два раза больше, чем в прошлом году. Но вместе с этим выросла и раскрываемость. Больше половины дел уже находятся в суде. Глава республики отметил, одна из основных задач выявлять наркозависимых на ранних стадиях. Также усилить профилактическую работу с молодежью. Она находится в группе риска. Татьяна Леонтьева, Елизавета Заяцева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором фонда президентских грантов Ильей Чукалиным. В Чебаксарах прошел семинар для некоммерческих организаций по вопросам подачи заявок на конкурс грантов президента России. В Чувашии почти 1400 НКО. В первом конкурсе победителями стали всего четыре проекта. И будем надеяться, что сейчас на второй конкурс, конечно, будет больше проектов. Потому что, тем более, с учетом того, что вы говорите, что средства у нас выделяют сейчас, Владимир Владимирович вообще принял решение, нам будет сильно увеличить грантовый фонд на второй конкурс. Глава Чувашии отметил, что поддержка должна оказываться социальным проектом. Причем и правительство республики, и органы местного самоуправления всегда готовы оказать содействие инициативам НКО. Мы же тоже смотрим на те некоммерческие организации, кто занимается реальными делами, допустим, кто на самом деле поддерживает инициативу жителей разных возрастов. И когда предлагают, там отказывать практически душа просто не позволяет, с точки зрения. И это задевает, на самом деле, на социальное самочувствие самих жителей. Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с председателем Чувашской национально-культурной автономии Республики Татарстан, депутатом Государственного совета Татарстана Дмитрием Самаренкиным, планы проведения юбилейных мероприятий, посвященных 170-летию великого просветителя Ивана Яковлева и столетию Чувашского государственного драматического театра имени Константина Иванова. Михаил Игнатьев поблагодарил правительство Татарстана за содействие сохранению Чувашского языка и культуры на территории Республики и за эффективное взаимодействие с Чувашским национальным конгрессом. В этом году, как и когда, мы приложили очень много сил для того, чтобы сам национальный конгресс выезжал в те регионы, где компактно проживают Чуваши. Это очень важно. Это лучшая практика была у республики Татарстан и всероссийские там агадуи. Сапантуи проводят, вернее, сам президент Татарстана выезжает. И от этого общения люди начинают лучше понимать друг друга. А в целом это неотъемлемая часть культуры Российской Федерации, многогранной культуры Российской Федерации. Дмитрий Самаренкин, в свою очередь, поделился ближайшими планами. Мы хотим уже в ближайшие месяцы провести в Казани слет школьников со всего Татарстана, с чувашских школ, где хотим в том числе литературу чувашскую им раздать. К разговору присоединился и министр сельского хозяйства Чуваши. Отметим, Дмитрий Самаренкин является председателем совета директоров АО «Казанский жировой комбинат». С Сергеем Артамоновым они обсудили перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства и переработки. Число осужденных за религиозный экстремизм и терроризм в России, и в Чувашии в том числе, растет. Тревожную статистику озвучили на круглом столе, посвященном профилактике этих проблем в республиканских учреждениях УФСИН. Сейчас в исправительных учреждениях Чувашии находится 21 человек, которые отбывают наказание за религиозный экстремизм или терроризм. Есть у нас возбужденные уголовные дела по терроризму. Есть у нас в Чувашской республике лица, уехавшие в ИГИЛ, которые могут в любой момент вернуться. Есть у нас в Чувашской республике лица, находящиеся в ваших учреждениях. Осужденные за экстремизм и терроризм содержатся в усиленном режиме, иногда даже в отдельных камерах. Такие меры приняты для того, чтобы экстремисты не завербовали других заключенных. По мнению экспертов, осужденный, проповедующий идеологию религиозного экстремизма, за короткий срок способен привлечь в ряды своих сторонников 5-7 человек. По прибытии в наше исправительное учреждение данная категория осужденных берется под особый контроль, начиная с карантина и до последнего дня перед освобождением. Участники круглого стола отметили, что перевоспитанием таких иступившихся нельзя заниматься формально. Важно знать, что побудило человека к экстремистским действиям и как далеко он готов пойти в джихаде, чему он уже обучен. Совместно работать должны и сотрудники УФСИН, и психологи, и церковь. С осужденным вообще работаю, я давно работаю, более 20 лет. Ну а эта тема совершенно новая. Каждый человек – это индивидуальность, и поэтому с каждым нужно находить свой ключик и с каждым нужно понять. Поняв, тогда можешь вам помочь. Сейчас в исправительных учреждениях Чувашии работают и православные храмы, и исламские мечети. Каждый, кто отбывает наказание, может всегда обратиться к вере, встать на путь исправления. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Как идет ремонт дворовых территорий по программе формирования комфортной городской среды, проверили чебоксарские депутаты. Вместе с ними по дворам прошлась и Ольга Пырочкина. Мы часто рассказываем вам, уважаемые телезрители, про тот или иной двор, в котором началась реализация программы формирования комфортной городской среды. Но на примере именно этого двора по улице Хивежская мы можем показать, как продвигается эта программа. Мы были здесь в конце августа и тогда вот только устанавливали бордюры. Сейчас вы видите, что уже готов тротуар и идет ремонт проезжей части. Здесь также формируется парковка. Представитель компании, подрядчик, который занимается дорогами, обещает, уложится раньше срока. Срок сдачи у нас, сейчас скажу, я, по-моему, 30 октября давал график производства работ, но планирую, значит, в сентябре закончить этот двор. Такая ситуация, увы, не везде. У нас довольно-таки большое финансирование на данный год, но есть такое нехорошее для нас ощущение, что многие подрядчики не успевают выполнить свою работу. Те сроки, которые должны быть выполнены. Есть дворы по городу, где на сегодняшний день даже еще и не начинались работы. Хотя двор по Хивежской к проблемным не относится. Уже из окна машины народные избранники обнаруживают недочет. Во время дорожных работ портится газон. На тему его восстановления депутаты обещают поговорить с подрядчиками. В следующей точке маршрута во дворе дома по Эльгера-13 для недовольства нашелся более весомый повод, чем просто испорченный газон. Здесь предполагается сквер Ахазово. Люди его сами так назвали. Такого названия раньше не было. Это была просто придомовая территория. В этом году мы заложили средства для того, чтобы здесь провести, проложить дорожки, обустроить, освещение сделать. Но сегодня мы сейчас столкнулись с тем, что поросель, оказывается, никто не убирает. В бюджете проектировщики не заложили это всего. Но, кроме всего прочего, работы здесь, мы видим, вообще пока не ведутся. Что с этим делать мы будем? Ну, сейчас мы выехали комиссионно, будем с этим разбираться. Как выяснилось, подрядчик не заложил средства и на долгожданный тротуар вдоль 45-й школы. Мы были здесь зимой. В это время года единственный путь для школьников – проезжая часть. Мы уже про какой год говорим, что там дорожка обязательно должна пойти, где 45-й школа. Дети же не могут летать. Вопрос по земельному участку до сих пор не решен. Там также и числится в Росреестре, как и по строительству квартирного дома. За этот рейд у депутатов накопилось много информации для размышления. Что делать? Выявленными недостатками будут решать на ближайшем заседании профильной комиссии. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Эта служба всегда стоит на страже нашего здоровья. Они отвечают за качество продуктов и воды, выявляют новые вирусы и штаммы. Благодаря их масштабной работе мы давно не слышали о вспышках полиэмиэлита, краснухи и других заболеваниях. Сегодня эпидемиологи отмечают 95 лет со дня образования службы. Большой объем и нацеленность наша на проведение исследований пищевой продукции и пищевого сырья. Эта лаборатория оснащена самым современным оборудованием. В год проводят более 25 тысяч исследований. Проверяют овощи на нитраты. В этом году исследовано более 180 проб местных производителей. Всего в двух пробах выявлено превышение солей азотной кислоты. Проверенная продукция поступает в школы и садики. И в детских садах, и в школе обращаем особое внимание. И тем более с вашей помощью мы здесь работаем еще лучше на общий результат. Только добровольно проверять свою продукцию производители не спешат, отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская. Все исследования проходят в рамках надзора. А в этой лаборатории исследуют вирусы гриппа. Штаммы поступают из лечебных учреждений. Наша лаборатория единственная, которая, еще раз говорю, проводит исследование гриппа. Высокопатогеновый грипп А, грипп Б. Вот в этом году уже 2000 людей исследовано. Мы обнаружили 200 вирусов гриппа у больных людей. И причем мы проводим эпидмониторинг не только на территории Чувашской республики, но участвуем в международном мониторинге. Так положительные пробы на вирусы гриппа А и Б были детально изучены. И образцы штаммов вируса гриппа Б были отправлены во Всемирный Крик-центр. Их будут использовать в международном мониторинге. Штамм вируса гриппа назвали БЭЧ-Боксары-2017. После осмотра лабораторий санэпидемслужбы состоялась торжественная часть. Самые теплые слова благодарности за самоотверженный труд, высокий профессионализм и любовь к делу получили лучшие эпидемиологи республики. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Их главная задача – сохранить легкие наши планеты. В это воскресенье работники леса отметят свой профессиональный праздник. А сегодня лучших представителей отрасли чествовали в Чувашском драмтеатре. Это праздник тех людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают лесные богатства. Охрана леса от пожаров и незаконных вырубок, создание новых лесных насаждений, очистка массива от мусора – то немногое, чем приходится ежедневно заниматься работникам лесного хозяйства. Мы не допускаем разных возгораний по масштабам, когда мы по группам оцениваем ситуацию. Я подписываю и утверждаю тоже сводный план в борьбе с пожарами. И эти мероприятия выполняются прежде всего в банах. Более 60% всех средств отрасль получает из федерального и республиканского бюджетов. Сейчас стоит задача максимально модернизировать производство специализированной лесопожарной техники и оборудования. У каждого из большой семьи тружеников лесного хозяйства, лесничих, лесорубов, охранников леса от пожаров, лесопромышленников – свои достижения, благодаря которым они привели свою отрасль к значимым победам. Владимир Константинов, обладатель почетного нагрудного знака, уже 40 лет восстанавливает и приумножает зеленое богатство. И даже в быстро меняющихся обстоятельствах работы лесного комплекса он остается верим профессии лесного сторожа и не жалеет сил на труд и любовь к родному лесу. Моя работа интересна тем, что труд лесника, он не заметен. Не заметен почему? Чтобы дерево срубить, ему надо расти минимум 80-100 лет. Это кропотливая работа, которая предоставляет мне большую и огромную радость. И я горжусь тем, что мой труд воплощает и радует всех жителей нашей республики. Леса Чувашии занимают более 600 тысяч гектаров, что составляет 32% от всей ее территории. Сегодня их сбережением и увеличением занимается около 4 тысяч человек. На территории республики действует 17 лесхозов. Однако стоит помнить, сохранение и заботливое использование леса – обязанность не только работников лесхозов, но и всех жителей нашей республики. Рифат Фаткулин, Андрей Шоклев, Республика. Завтра, 16 сентября, известный композитор Чувашии Николай Казаков отметит 55-летие. В преддверии юбилея наша съемочная группа встретилась с артистом. Один из основоположников Чувашской эстрадной песни Николай Казаков родился в селе Турмыши Янтиковского района. В годы учебы играл в духовном оркестре. После школы поступил в Чувашский педагогический институт. Одновременно занимался Чебоксарском музыкальном училище. В 21 год Николай стал урядом всесоюзного конкурса молодых композиторов. Начали мы первые песни писать тогда. Были у нас попытки в театре оперы балета. Главной своей работой Николай Нилович считает первый Чувашский мюзикл-рок-оперу «Нарспи». Это была долгая и сложная работа, рассказывает композитор. Но стоило тех сил и времени. Мюзиклу удостоился гранта президента Чувашской республики. Покорил зрителей своей красотой и живостью, отмечали критики. Ставили вот этот спектакль «Нарспи» Константина Иванова на тележках, в поле. Деревенские люди приходили смотреть. А мы с Борисом стоим и думаем, а как бы заинтересовать, чтобы молодежь смотрела. На молодежь Николай Казаков делает ставку. Себя тоже считает молодым и готов к реализации новых планов и идей. Мне кажется, когда на сцене молодые артисты, это всегда приятно смотреть. Очень радует, с каким настроением они репетируют. Александра Иванова, Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов. Республика. В этом году «Вся Чуваши» отмечает 130 лет со дня рождения Чапаева. А что знают о нем студенты вузов и СУЗов республики? Чтобы узнать ответы на этот вопрос, администрация столицы устроила квест Чапаев. Вместе с участниками по станциям бегала и Юлия Важенина. «Наш Чапаев! Ваш герой!» Именно с помощью этой фразы участники квеста находили волонтеров с заданиями. Как звали жену Чапаева? Сколько у него было детей? И где служил наш герой? Ответы на эти вопросы, пожалуй, самая легкая часть квеста. Всего участникам нужно было пройти шесть станций. Чтобы молодежь подтянулась на это мероприятие, нужно их как-то привлекать. Квест – это сейчас очень модное направление. И я думаю, ребятам как раз интересно было подвигаться. 20 команд, а всего более 100 человек разгадывали тайны жизнникам Дива. Студенты много времени потратили на поиск дома Чапаева на карте города. Хотя ответ был прямо под носом. А эта точка стала, пожалуй, самым веселым заданием квеста. Ваша задача – построить фигуру коня. Держи голову. Должно быть четыре ноги. Садник и хвост. Штыки, огонь, шапка, пулемет. Это не просто перечисление слов от зашифрованной команды одного из заданий квеста. Вперед, назад, влево, вправо. Участнику завязывали глаза, а остальным членам команды нужно было довести его до конечного пункта. И все это на время. Я думал, мне помогут, но мне завязали так, чтобы я вообще не видел. Ну, пробежался нормально, но было тяжело, конечно. Но было очень весело. А на заключительном этапе участники дали волю своей фантазии. Заданием было сочинить историю жизни Чапаева, если бы он не погиб в далеком 1919 году. Сегодня мы написали счастливую концовку жизни Чапаева. Начинаю. Когда Чапаев убегал от преследователей, на его удачу ему повезло встретить путешественника из будущего, который спас его и перенес его в наше время. И сегодня мы смогли познакомиться с ним поближе и узнать о его подвигах. Что же касается самих подвигов, то тут оказалось не все так просто. Именно этот вопрос поставил в тупик участников квеста. Например, узнали один из его подвигов, который Андрей подсказывает. Кто участвовал, все знают. Да, блин. То, что у него было трое детей. Но мы все-таки нашли тех студентов, которые знают биографию и характер нашего героя. Он поступал, скажем так, не так, как требовало руководство. Он поступал по наитию, так, как считал нужным. То, что он поступал не по приказу, это помогало захватить. Ну, вот побеждать Чапаев. Он отличный пример доблести, героизма человека военного. Настоящий мужчина. Спустя полтора часа активного бега подвели результаты. И самыми сообразительными стали студенты МАДИ. Именно они дали большее количество правильных ответов за минимальное время. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я желаю вам приятных выходных. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова